приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня поделюсь с вами рецептом рома вот не в нестандартной обстановке я делаю обычно я делаю в своем сарайчике там где у меня все самогонное оборудование но сегодня что-то холодно и решил снять дома начало перегонку естественно буду снимать уже в сарайчике рецептом рома я именно делюсь такой ром я уже делал делал и получил очень классный результат очень вкусный продукт мои друзья я даже один раз подшутил над друзьями вот налил его в бутылку из-под бакарди ну собственно говоря друзья не такие уж и сильные ценители рома в основном по самогон очки конечно но сказали что ром очень вкусный даже один товарищ привез под это дело сигары мы покурили сигары попили ром потом я сказал да чуваки я этот ром делал сам ну собственно говоря были очень удивлены значит расскажу несколько слов по поводу бюджета в этой емкости я буду ставить брагу буду ставить 25 литров из 25 литров браги я планирую получить ну в смысле я получу я знаю это потому что его уже делал я получу 4 где-то 4 4 200 4 литра 200 миллилитров 50 градусного рома почему 50 градусного потому что я его потом выдерживаю в бочке но я об этом расскажу уже после о выдержке затраты значит из затрат я купил свекловичную меласу в украине продается на OLX набираете купить свекловичную меласу продается вот таких вот 5 литровых баклажках эта баклажка стоит 110 гривен также я буду использовать на 25 литров браги 4 литра инвертированного сахара сахарного сиропа это вот такая вот штучка практически искусственный мед делается из сахара из обычного сахара получается сахароза раскладывается на фруктозу и глюкозу значительно легче работать дрожжам и не портит продукты жизнедеятельности дрожжей которые возникают при переработке обычной сахарозы потому что дрожжам для того чтобы сделать алкоголь любом случае надо сахар разложить на глюкозу и сахарозу при этом появляются побочные продукты которые мы потом получаем в конечном в конечном спирте скажем так конечном роме и они портят запахи портят вкус вот для того чтобы этого избежать я сделал сделал вот такой вот сахар есть видео на моем канале кстати ссылку я размещу в описании этого ролика как приготовить инвертированный сахар или как его просто инвертировать значит из затрат на 25 литров браги на 4 литра рома 50 градусного то есть фактически если делать 40 градусный напиток то у нас получится 5 литров у меня уходит 5 литров свекловичной миласы 4 литра инвертированного сахарного сиропа пачка дрожжей вот таких вот дрожжи именно специально для рома покупал я их тоже на ойлыксе то есть в украине на ойлыксе забил поисковой запрос купить дрожжи для рома обычно я покупаю в интернет-магазине гриль газ польские дрожжи для рома но сейчас их нету в наличии поэтому купил вот такие вот кстати 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 члене новая зеландия вот это да новая зеландия и того 110 гривен 90 гривен 200 гривен и 4 килограмма сахара 50 гривен 250 гривен бюджет 9 долларов для зрителей из российской федерации получается день ну и как бы из других республик получается 9 долларов бюджет за 9 долларов мы получим если мы не будем делать для бочки а будем делать продукт ну как бы сразу для употребления но в любом случае его надо будет еще использовать дубовую щепу то мы получим за 9 долларов 5 литров прекрасного 40 градусного рома но я буду делать 50 градусный по той причине что буду настаивать в бочке и он будет потом терять еще спиртуозность за год ну в общем расскажу чуть попозже и так что нам надо сделать в первую очередь цикловичную меласу это очень очень густая такая штука вообще как бы ром ну классический ром допустим карибский вы знаете ром изначально зародился в карибском регионе в латинской америки в центральной америки вот оттуда он пришел собственно говоря к нам это была целая индустрия связанная с работорговлей был даже треугольник из африки на карибы доставляли рабов европейцы с кариба в европу везли ром ну в общем целая такая история очень много денег свое время на этом заработалась так классический ром делается из тростниковой меласы но тростниковая меласа у нас если есть она очень дорогая поэтому можно использовать сахарную меласу результат получается практически такой же в первую очередь надо вот эту вот сахарную меласу она очень очень густая она такая как ну вот реально ее не вылишь из этой баклажки ее надо поместить в водяную баню и хорошенько разогреть чтобы мы могли ее вылить то есть я беру большую кастрюлю наливая туда воды ставлю эту баклажку и довожу к кастрюле воду температуры градусов до восьмидесяти чтобы меласа начала как минимум хоть чуть-чуть литься сейчас покажу вам друзья пока мила согреется я разолью свой сироп инвертированный сахар по бродильным емкостям 4 литра вот таким вот образом я буду две емкости делать с ромом потому что впереди праздники новогодние большая компания будет в общем надо много рома собственно говоря я буду замещать его в бочках естественно его сразу пить не буду у меня есть две бочки 5 литровые с ромом прошлого года поэтому я просто сделаю вкусненькая штучка реально натурально ну как бы искусственными сделаю замещение были ли свекловичный сироп а теперь пока мила согреется сюда надо добавить 15 литров воды температурой около 30 градусов то есть подогреваем чтобы у нас дрожжи сразу хорошо стартанули подогреваем 15 литров воды и выливаем размешиваем с сиропом сейчас я займусь водой нагрел я первую порцию водички 15 литров и заливаю ее в емкость сиропом водичку можно 30-32 градуса 33 не больше 33 вот получилось 20 литров как раз добавим сюда 5 литров миласы и получится 25 литров вкратце расскажу о том как ром выдерживать после перегонки значит есть два варианта друзья первый вариант его выдерживать на дубовой щепе причем надо брать дубовую щепу сильной прожарки потому что ром должен быть темно-темно-коричневого цвета второй раздук дубовой бочки причем надо использовать бочку 1 1 лифтовую бочку то есть грубо говоря первая вторая вторая заливка хорошо прожаренной бочки если у нас уже третья заливка бочки то есть третья бочка то надо тоже добавлять щепу ром в бочке у нас будет готов через год ну как бы минимум там 8-9 месяцев если это первая бочка первая заливка ром на щепе у нас будет готов через месяц причем по вкусовым качествам ну конечно в дубовой бочке он значительно более вкусный получается но на щепе тоже вполне приличный есть несколько секретов выдержки рома на щепе когда вы заливаете ром допустим у вас готовый продукт вы уже получили заливаете его в трехлитровую банку и ставите на выдержку дело в том что сама щепа она за счет своей структуры она мелкая достаточно сейчас покажу такая вот и у нее очень большая площадь соприкосновения с напитком то есть реально ну вот здесь вот 50 грамм щепы этого достаточно где-то 10 грамм я беру на трехлитровую банку и через месяц это дает цвет и вкус напитка который год выдержан в бочке так вот по поводу секрета в бочке напиток окисляется то есть происходит обмен часть спиртов через поры дуба испаряется в то же время к напитку постоянно есть небольшой доступ кислорода когда мы ставим ром в банке ну и любой другой напиток виски чачу все что угодно когда мы ставим в банке на щепу мы банку естественно закрываем и у нас нету этого естественного процесса окисления а он он необходим для того чтобы получить классический вкус классический аромат и для того чтобы напиток стал благородным чтобы произошел вот этот вот процесс выдержки что нам надо сделать что делаю я вот я поставил банку трехлитровую на месяц на выдержку на щепе я беру обычный аквариумный компрессор с камушком для аэрации то есть но как используют для аквариумов для того чтобы рыбки дышали кислородом и раз в неделю на полчаса помещаю этот камушек аэратор в банку и полчаса аэрирую напиток то есть я его окисляю фактически насыщая кислородом таким образом за месяц мы получим напиток максимально приближенный годовой выдержки в бочке ну конечно немножко не тот компот бочковой более благородный получается но все-таки у кого-то нет возможности у кого-то нету бочки у кого-то нет возможности или желание ждать год то есть на самом деле у меня есть 12 бочек я там каждый месяц какой-то напиток заливаю из бочки какой-то сливаю но естественно такая возможность есть не у всех раньше я тоже в основном делал на дубовой щепе или на дубовых чипсов друзья и так ждем пока разогреется наша миласа она уже практически разогрела сейчас еще пару минут и будем добавлять миласа миласа разогрелась и добавим его добавим ее вернее наш раствор такая вот густая штука очень очень сложно ее выливать вот когда она разогревается она более-менее нормально льется сейчас я перелив все и покажу вам дальше теперь друзья я перелил всю миласу в бутылках еще осталось немножко я залил туда кипяточка чтобы хорошенько выметь бутылки и теперь ее надо очень хорошо перемешать потому что она такая очень плотная и она сразу же вся упала на дно то есть перемешать надо очень тщательно чтобы но вот чувствовали мешалкой что на дне не осталось никакого сиропа я сейчас чувствую что он там есть нам надо полностью потому что если она сядет на дно то дрожжи до нее не доберутся поэтому очень очень тщательно все это дело перемешиваем теперь внесем дрожжи вносить их будем следующим образом в этом пакете здесь дрожжи и питательные вещества именно для брак из миласы рассыпем дрожжи по поверхности таким вот образом равномерно по всей поверхности и оставим их минут на десять чтобы они регидрировались покажу вам ближе упаковочку дрожжи если кому-то будет интересно такая вот упаковочка написано что произведено в новой зеландии 72 грамма рассчитано на 25 литров или на 6 половиной американских галлонов браги значит здесь написано сзади что у дрожжей толерантность к алкоголю 15 процентов и что бродить она будет в течение десяти дней при температуре брожения 20-28 градусов ну то есть обычная комнатная температура ждем пока дрожжи регидрируются и продолжим дрожжи регидрировались и опять тщательно перемешиваем как она пахнет друзья очень вкусный очень ароматный запах вот именно от векло и миласы на реально очень вкусно пахнет и она достаточно вкусная на вкус то есть если будете делать попробуйте конечно она очень сахаристая очень сладкая но практически как сахарный сироп тут сама миласа дает пенку поэтому надо все хорошенько размешать чтобы у нас не осталось не осталось никаких комочков дрожжей потому что то что собьется в комочки у нас не будет работать в этом пакете с дрожжами там не только дрожжи там еще ферменты питательные вещества с витаминами я пока дрожжи регидрировались прочитал именно специально вот для этих милас считано все перемешалось никаких нету артефактов комочком смысле закрываем бродильную емкость ставим под гидрозатвор лучше использовать кипяченую водичку ну хотя в эту прагу ничего не поселиться это для вина надо использовать лучше спирт спирта содержащие для вина вообще алкоголь использую и друзья при температуре 20-28 градусов тем чем выше будет температура тем быстрее закончится процесс то есть у нас в доме достаточно прохладно тут 19-20 градусов я думаю 10-12 дней но я в любом случае буду ждать до того как дрожжи полностью отработают то есть пока из гидрозатвора не перестанут выходить пузырьки завтра с утра забродит я покажу как она бродит активно собственно говоря а потом уже встретимся когда наступит время делать перегонку ну собственно говоря до завтра ну вот друзья специально показываю на следующий день бродит очень активно при этом но я в принципе очень удивлен дрожжи начали работать через 40 минут то есть первые пузырьки углекислоты пошли через 40 минут и однозначно я делаю сейчас вывод что эти новозеландские дрожжи лучше чем польские дрожжи бровин бровин который я всегда рекомендую ну в несколько раз посмотрим конечно по выходу готового продукта у польских дрожжей заявлено толерантность к алкоголю 18 процентов спирта у этих 15 но они начали работать просто фантастически ну я вам честно говорю через 40 минут начало булькать мне интересно сколько получится готового продукта но вот допустим дрожжи бровин я покупаю в интернет-магазине гриль газ это в киеве за 60 гривен это 2 евро эти стоят 90 гривен это 3 евро то есть они в полтора раза дороже просто я как я говорил уже не было дрожжей бровин поэтому купил какие были но пока они мне очень нравятся и может даже эта переплата стоит того чтобы их покупать ну посмотрим по конечному результату итак я оставляю брагу на 10 дней а через 10 дней займемся перегонкой друзья так дорогие друзья наш ром отбродил ну как отбродил вот кстати прямое доказательство видите он еще булькает ставил я его 29 11 сегодня 12 12 то есть 14 дней 14 дней бродит ром и он еще не выбродил насухо поэтому когда уважаемые самогонщики мною пишут что что за фигня 45 дней достаточно вот пример друзья ставьте на брожение под гидрозатвором и вы увидите что хорошее качественное сбраживание меньше двух недель не происходит конечно если открытым методом мы смотрим ага пена не выделяется на поверхности пузырьков нету значит уже наверно отбродила но как бы вот у меня одна емкость вон вторая емкость и тут тут вот сейчас вот будет пузырек воздуха и только что когда я снимал эту штучку она булькнула булькнула конечно булькает значительно реже чем чем изначально вообще эти дрожжи которые я использовал мне очень понравились бродить начала буквально моментально через час началось активное брожение вот ну и собственно говоря сейчас займемся перегонкой займемся перегонкой будем делать наш ром очень ароматная хочу показать какая брага на цвет и попробовать на вкус на цвет она вот такого темно-коричневого цвета но это миласса дала цвет тут еще есть сахар вот 14 дней а тут еще есть сахар был брага сладкая поэтому но я ее уже открыл близится новый год мне надо залить что-то в бочке из которых мне надо слить чачу на новый год поэтому буду перегонять я думаю что за 14 дней все таки вкусненькая вкусненькая и она реально имеет уже привкус рома но посмотрим что у нас получится после перегонки классический я уже делал ром и классический вкус рома дистиллят пока он еще не выдержан не настоян должен иметь легкий запах ананасов вот посмотрим так собственно говоря это можно сюда чтобы не портить проверяем закрыт ли кран и перевал переливаем все перегонный куб я буду делать одну перегонку буду использовать пустую царгу 50 сантиметров у дефлегматор и холодильник если у вас аппарат оснащен только холодильником то есть самый обычный простой аппарат тогда лучше конечно сделать две перегонки первую перегонку без отбора головы хвостов собрать просто ну принципе лучше головы отобрать лучше отобрать миллилитров 100 голов вот и потом собрать насухо до нуля в струе а вторую перегонку уже делать дробную с отбором и голов и хвостов но мы таким образом двумя перегонками мы потеряем в органолептике и так друзья сейчас чтобы не мучить вас вот этим черпанием я перелью все соберу колонну и вернусь к вам итак я собрал оборудование и включил нагрев первоначальный нагрев можем делать на максимальном если делаем там на огне к примеру на максимальном огне если на электроплитке или стенам как у меня на максимальной мощности я делаю сейчас до достижения температуры в кубе 85 градусов при 85 градусов кубе надо нагрев уменьшить до минимума чтобы в последующем у нас нагрев происходил то есть будет небольшая инерция и брага до греется до температуры 88 градусов при 88 градусов моем лично аппарате температура в колония достигает 73 74 градуса и начинают первые головные фракции конденсироваться через холодильник вот поэтому у каждого свой аппарат конечно должен знать то есть за 23 градуса до того как у нас начинают конденсироваться первые головные фракции нам надо нагрев уменьшить до минимума уменьшаем нагрев до минимума ждем появления первых капель голов и после этого мы будем головы отбирать очень медленно очень по капель на то есть я хочу отсюда отобрать 250 грамм голов буду отбирать их в течение часа где-то часа двадцати то есть не быстро чтобы во-первых пищевая фракция не пробивалась и чтобы дать четко вот не поднимать температуру в кубе держать ее на уровне 88 89 градусов чтобы дать четко испариться именно головным фракциям всем спиртам которые нам не нужны в пищевом продукте ну вот собственно говоря друзья я вернусь к вам когда температура в кубе достигнет указанной и пойдут первые капли голов температура в колонне достигла 76 градусов и в кубе соответственно 88 и у нас первые капли конденсата первые капли головных фракций вот собственно говоря я уменьшил нагрев сейчас и уменьшу еще больше это быстро капает я поставил на реостате 140 вольт поставлю 135 135 вольт мне надо чтобы сейчас температура очень медленно подымалась сейчас замедлится еще отбор за счет того что я снизил напряжение нагрева ну подачи напряжения на тем и таким образом по капель на вот очень медленно отбираем нужное нам количество голов но в данном случае буду отбирать 250 миллилитров голов где-то это займет у меня час и через час друзья продолжим так сказать ну вернусь и расскажу что делать дальше но дорогие друзья отобралась 250 грамм голов даже чуть чуть больше почти 300 проверяем на органолептику берем на пальцы растеряем растираем нюхаем запаха ацетона нет вообще вот есть как я и говорил легкий ананасовый запах начинаем отбор пищевой фракции с медленным нагревом хочу замерить что тут у нас по головам получилось или по головам но как бы тут очень много легкокипящих спиртов поэтому мерить ну так бессмысленно но получилось 80 80 процентов по запаху кстати не такие уж они не такие уж и сильно пахнущие тоже не особо не особо ацетоном пахнет итак теперь с медленным нагревом аппарата ну вот я буду отбирать где-то со скоростью пол литра в час то есть рассчитываю отобрать где-то четыре с половиной пять литров 50 градусного 50 градусного продукта вот со скоростью пол литра в час ну и собственно говоря когда отберу уже покажу результат конечный сколько у меня получилось попробую расскажу какое на вкус и расскажу о дальнейшей выдержке рома дорогие 6 часов длилась перегонка вот температура в кубе о и температура поздно уже пол 11 ночи спиртуозность кубе достигла 30 процентов спирта и прекращаем это дело получили мы здесь литр и здесь 4 литра сейчас смешаю и скажу какой крепости получился дистиллят в итоге после окончания погона получилось 5 литров 200 миллилитров дистиллята спиртуозностью сейчас покажу что у нас тут получилось 68 градусов вот удивительная способность у спиртометра поворачиваться задом избушка вот видите отметка 70 и на одно деление выше 68 градусов я приготовил отфильтрованную артезианскую воду то есть у меня артезианская скважина 55 метров плюс я воду для разделе разведения дистиллята фильтрую системой обратного осмоса завтра утром уже сегодня очень поздно я разведу дистиллят до спиртозности 50 процентов объясню почему именно 50 попробую расскажу что получилось и собственно говоря расскажу о выдержке рома как его можно выдерживать несколькими способами ну и как бы результат очень хороший друзья очень ароматный получился дистиллят вообще такое очень приятный по запаху ну завтра более подробно на следующее утро я разбавил получившийся дистиллят и получилось у меня 77 литров 50 градусного прекрасного рома очень ароматного сейчас попробую его на камеру расскажу о вкусовых ощущениях и расскажу про выдержку что друзья попробуем попробуем что у нас получилось пахнет очень вкусно такой сладковатый сладковатый запах очень приятный и брага очень вкусно пахло вообще продукт он когда получит еще настоится выдержит получит выдержку в бочке получит запах эфирных масел дуба это будет вообще потрясающе очень вкусно такой настоящий ром реально очень вкусный и ароматный и вот сладковатый привкус есть который должен быть у рома это не знаю почему почему вот сладковатый привкус остается ну реально очень вкусный и так друзья про выдержку выдерживать ром можно несколькими методами конечно классический метод в дубовой бочке что я и буду делать имеет один недостаток вернее два недостатка первый недостаток это срок выдержки минимум год вот я его буду выдерживать дубовой бочки год второй выдаст недостаток это то что залив сюда эта бочка вмещает пять с половиной литров через год я получу при хороших раскладах четыре с половиной литра это с учетом того что она будет стоять в погребе если она будет стоять тепле можно вообще получить и 4 литра помимо этого я говорил что я расскажу почему я развожу до 50 процентов спирта потому что через год нахождение в бочке я получу 40 42 процента спирта не больше вот ну как бы недостатки есть есть еще у бочки такой недостаток что она истощается когда мы ее заполняем третий раз допустим напиток получается уже такого слабо коричневого цвета четвертый раз практически дуб истощается не остается дубильных веществ есть выход я добавляю дубовые чипсы сильной прожарки дубовую щепу и восполняю то количество дубильных веществ которые бочка отдала предыдущим напитком но собственно говоря плюс бочки это невероятный вкус напитка невероятный вкус и невероятный аромат второй вариант ну на бочку поняли заливаем если бочка новая ничего не добавляем если бочка используется уже больше трех раз то добавляем дубовые чипсы на год ставим прохладное место чем более прохладное место будет тем меньше потери будут и по спиртуозности и по объему второй вариант выдержка в банке берем ту же дубовую щепу засыпаем нужном количестве я беру водочную рюмку на трехлитровую банку дубовой щепы мелкой фракции сильной обжарки можно добавить чуть больше напиток будет более темный если вы хотите более яркий выраженный вкус дуба вкус бочки тогда берем щепу средней обжарки мы добавляем ее в два раза больше или можно к примеру одну рюмку сильной обжарки одну вообще не обжаренной дубовой щепы отвалился у меня отвалилась бирочка не страшно вот помещаем этот напиток банку и оставляем на 1-3 месяца но тут есть один нюанс для того чтобы напиток получился аналогом бочкового до созревает он быстрее как бы выдержка происходит быстрее за счет того что у щепы значительно больше она мелкая значительно больше площадь соприкосновения дуба с напитком естественно это щепа истощается за один раз за одну выдержку но процесс происходит быстрее за счет большей площади это все равно что в 200 литровую бочку налить те же там 5 литров рома и распределить их равномерно по стенкам чтобы стенки равномерно забирали дубильные вещества но есть один нюанс банка у нас герметически закрыта а бочка дышит поэтому мы берем аквариумный компрессор вот такой вот у меня он вообще на батарейках берем камушек аквариумный для аэрации и желательно 3-4 раза в месяц помещаем наш напиток то есть открываем его он находится на выдержке становится все более и более коричневым от щепы помещаем туда камешек на 10 минут и аэрируем напиток для того чтобы происходило окисление тогда мы получим более благородный вкус более похожий на эффект выдержки в бочке но собственно говоря когда вы получите готовый напиток опционально опционально это не обязательно но если вы любите более сладкий ром такой допустим как ганский ром дорогие друзья наверно многие были на гоа и многие пробовали местный ром old monk старый монах очень классный мне он очень нравится его очень уважаю вот он сладенький так вот если вы любите сладкий ром что надо сделать карамелизуете сахар я это делаю следующим образом как-нибудь сниму видео но на такое то есть в интернете полно видео я беру формочки для кексиков насыпаю туда сахар оставлю в духовку и за 15 минут получаю карамели карамелизованный сахар там или за 20 минут при температуре 220 градусов надо смотреть чтобы он не подгорел но в то же время стал такого темно-темно коричневого цвета и в готовый напиток после того как вы его уже кстати есть нюанс после того как вы его уже из банки сольете отфильтруете то есть или из банки или из бочки отфильтруете только потом добавляем сахар я однажды вначале добавил сахар потом решил отфильтровать в результате этот сахар полностью испортил мне фильтрующий элемент фильтре пришлось менять фильтрующий элемент то есть сахар забил все поры ну вот такой вот тоже нюансик он собственно говоря по нашему так сказать колхозному украинскому рому наверно ну как бы украинский он не украинский на самом деле его можно делать в любых широтах там где есть там где выращивают сахарную свеклу там где есть свекловичная миласа это и российская федерация это все страны снг и европа как бы сахарную свеклу выращивают везде просто тростник у нас очень слабо тростниковая миласа очень слабо доступно и строить невероятных денег поэтому вот и сходимся таким так сказать колхозным методом друзья ром получается очень вкусный попробуйте если у вас будет какие-то вопросы задавайте их в комментариях видео я обязательно отвечу на все вопросы но собственно говоря надеюсь что видео было для вас полезно ставьте лайки если вам понравилось или дизлайки если не понравилось подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые интересные рецепты а мы будем снимать для вас новые видео всего доброго пока